Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас мукпанк с роллами. У нас, значит, здесь Филадельфия и запеченные роллы, мои любимые. Мой любимый сет, так скажем. В прошлый раз у нас были запеченные сфати, но там были только запеченные. Поэтому, да здравствует разнообразие! Вот здесь имбирь. Много имбиря мне положили. Пить мы с вами будем айсти. Я немножко добавила кипятка, потому что у меня немножко болит горло. Чтобы это не переросло в хронический и чтобы я постоянно не кашляла, как старая бабка. Сегодня я буду отвечать на ваши интересные вопросы, буду рассказать вам истории из жизни. Я, честно, голодная. Мне кажется, я съем все просто. И давайте первые начнем с вот этого вот. Я специально постелила фольгу и, кстати, еще снимаю для вас влог. Обалденно, ребята! Просто супер! Здесь вокруг рыбка. Я люблю как-то так. Смотрите, они достаточно крупные. И вокруг рыбка. Так, макаем и кушаем. И давайте поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Я просто всегда ставлю опросник. Подписывайтесь обязательно, если хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в следующем видео. Так, были ли у тебя ссоры с подругами? Расскажи об этом. Ну, я вам почти все рассказывала. У меня в университете была подруга. Мы прям с первого курса очень хорошо друг друга понимали, общались. Прям были не разлей вода. Прошло немного времени. Ну, я начала замечать, что... Она как-то колко шутит в мой адрес. То есть, это была шутка. Ну, просто неприятная для меня. Не знаю, при всех могла как-то обосвать. Ну, просто в шутку. Я, честно, не люблю, когда так делают. Я не воспринимаю это как шуткой. То есть, я видела подруг, которые прямо обливают друг друга грязью. И просто это шутка. Это просто шутка. Я не люблю, когда меня обзывают. Как-то издеваются надо мной. Ну, типа в шутку, да. То есть, по идее, должно быть так. Она меня обсирает, и я ее обсираю. А что это тогда за дружба? Возможно, я вам уже рассказывала про это и повторяюсь. Я просто не помню. Говорила ли я про это в видео или не говорила? Ну, в общем, суть заключалась в том, что меня раздражали ее вот эти шутки. И я ей неоднократно говорила об этом. И вы знаете, мы перестали общаться из-за такой просто ерунды. Ой, господи. Но я считаю, что хорошо, что мы перестали общаться, потому что не она плохая, не я плохая. Просто мы разные. В общем, она купила новое платье. И при всех она меня спрашивает, как тебе мое новое платье? Я ей говорю, мне лично, говорю, такой фасончик не очень нравится. Я же не сказала, ты выглядишь как дурат, не знаю, ты лилипут, и на тебе все смотрится просто ужасно. Не знаю, у тебя ужасный рост, у тебя ужасный нос. Я же не так сказала, понимаете? Я просто сказала, что этот фасончик платья мне, например, не очень, да? Вот. И она такая при всех, ну и пошла ты в жопу. Разворачивается, уходит, и все вот рядом стоящие начинают просто угорать над этим. Во-первых, не спрашивай меня. Во-вторых, если ты спрашиваешь, я почему должна тебя постоянно хваливать, что ли? И она как ни в чем не бывала, на следующем уроке ко мне подходит и говорит, что ты какая-то, говорит, ты не такая. И вот постоянно вот эти, типа, подковы. То есть, не знаю, не мой человек вообще совершенно. И потом мы долго перестали с ней общаться. Мы были в ссоре достаточно долго. Вот. Мне кажется, просто мы разные. Может быть, она найдет человека, подружку, которая, не знаю, скажет, пошла ты в жопу, а ты пошла вообще на хэ. Да? И вместе посмеются, и все окей. Лично я грубости вообще, когда девушка грубит, хамит, ругается матом, мне как бы это не нравится. И когда кто-то так делает в мою сторону, меня это обижает. Потом прошло как-то время, я решила сама ей написать. что, ну, давай общаться дальше, просто ты не делай такие вещи. Я тоже что-то пойму, и как бы сделаю какой-то вывод. Ну, как бы помиримся, да? Потому что мне была дорога наша дружба, так скажем. Вот. Несмотря на то, что человек просто вытирал об меня ноги. Вот. И человек мне сказал, что у меня недавно умерла бабушка, а ты даже не позвонила, не соизволила мне даже, не знаю, написать, что типа соболезную тебе. И я теперь должна с тобой мириться. у нее была пожилая бабушка. Но мы не родственники с ней. Откуда я могу узнать, что у тебя умерла бабушка? Я же не экстрасенс. Вот откуда мне знать эту информацию? Как вкусно. И она мне говорит, вот, ты мне не позвонила, в трудный день, и ты мне больше не подруга. Я ей задаю вопрос. Мы учимся в разных группах. Мы с тобой не родственницы. Откуда я могу знать, что у тебя умерла бабушка, если ты постоянно ходила в универ? Ну да, может быть, ты была без настроения, но мы с тобой не общались. Как я могу понять, что у тебя нету настроения? Вот. И с тех пор, мы до сих пор не общаемся, она знала, что я начала блогинг, и она мне однажды что-то сказала, там, удачи, и все такое, ты молодец, у тебя получится. Вот. Но после этого мы перестали общаться. Получается, из-за какой-то ерунды, да, по большому счету, ерунда. я понимаю, есть такой формат отношений. Две подруги посылают друг другу, две подруги оскорбляют, оскорбляют друг друга, не знаю, унижают парней друг друга, ну, типа, в шутку, да. Я не люблю такой формат отношений, и я миллион раз ей об этом говорила, особенно при всех, не надо меня высмеивать при всех. И вот так вот мы перестали общаться. У меня, например, есть подруга, с которой мы с самого детства общаемся, прям вот с песочницей, и она никогда не может себе позволить как-то оскорбить меня, даже если, не знаю, никого нету рядом, да, типа, в шутку. Ты, у тебя, не знаю, у тебя кривой нос, ага-га-га, шутка такая. Или, например, один раз, знаете, что я накрасила карандашом, фиолетовым, контур губ, да, и внутри заполнила розовым. Я что-то в инстаграме увидела, и мне настолько понравилось, может, я не профи, как-то у меня не так классно получился этот эффект омбре, но, знаете, темно-фиолетовый контур и розовые губы были. Я пришла вроде в универ, никто надо мной не ржал, ничего, то есть, никто даже не заметил, что там розовый этот, розовая помада и фиолетовый контур. Она увидела, так начала ржать надо мной, наверное, где-то урока два сидела, ржала надо мной, что, фу, как ужасно смотрится. И реально, самооценка падает у человека, когда лучшая подруга начинает тебя обсирать. Моя вина заключалась просто в том, что я слишком такая мягкая, да, я не могла посадить ее на место и дальше общалась с человеком, который меня не уважает. Вот. Поэтому я рада, что эта дружба закончилась и если бы вернуться назад, я бы вообще не общалась с этим человеком. Я сейчас просто думаю, вот нахрена мне нужна была эта дружба, когда меня просто постоянно обижали. В общем, как-то так, ребята. Если вас тоже кто-то обижает и вы это терпите, не стоит это терпеть, потому что найдутся люди, которые будут с вами общаться на таком же уровне, который подходит вам. Зачем вы будете это терпеть? просто обалдеть, как вкусно, ребята. я беру именно эти, а не эти, потому что здесь вокруг просто рыбка, а здесь только сверху. Здесь такой вопрос, покажи своего брата, вы похожи с ним? Я уже выставляла его фотографию в инстаграм, и по-моему, даже в актуальном сохранила, точно не знаю, но я показывала точно. Вот интересный вопрос. Вела ли ты когда-нибудь дневник и знала ли мама об этом дневнике? Вы знаете, я была хитрая, и я никогда не писала свои секреты в этот дневник. Я просто писала, например, я пошла в школу, не знаю, я всегда писала так, учитывая тот момент, что его когда-то могут кто-то прочитать. Я не писала какие-то свои прям секреты туда, потому что у меня был опыт с моей двоюродной сестрой, у нее был дневник, и этот дневник сначала читал мой брат, потом читал я, короче, вся семья читала этот дневник, просто как сериал. Она думала, что у нее дневник на ключе, и все. Никто об этом ничего никогда не узнает. и самые сокровенные тайны писала туда. Это интересно, но на это уходит очень много времени, драгоценного времени, и кто-то может прочитать твои секреты, поэтому я выражала свои мысли через рисунки. У меня есть тетрадка, точнее, альбом с рисунками. Каждый день, например, я что-то рисовала, и этот рисунок символизировал мой день, и только я знала, что там зашифровано. Я вам снимала даже видео, по-моему, показывала этот. например, в этом дневнике есть один лист. Там просто каракули, но если присмотреться, там написано грустно. То есть я это рисовала с такой мыслью, что когда-нибудь вдруг меня не станет, типа люди начнут рассматривать этот мой дневник, кому я нужна, да, и поймут, что же у меня было тогда на душе. Вот в чем был смысл. Насмотрела всяких фильмов и рисовала. Ребят, на этом все. С минуты на минуту должна прийти Фатима. Я не буду доедать до конца, ставлю ей. Я знаю, что он тоже обожает роллы. В общем, как-то так. Всем желаю удачного дня. Всем пока.